всем доброе утро время 5 утра мы уже в аэропорту улетаем уже домой на сша прилетели как султан из султанши и улетаем точно так же 6 чемоданов 5 больших 2 маленьких 2 сумки на сша на и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это мы едем из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас. Рассвет. Сейчас половина седьмого утра. И это, скажем так, первые постройки, которые в пустыне на подъезде к Вегасу. Ребят, мы едем как раз из Лос-Анджелеса в Вегас. Это место находится в получасе, нам еще в полчасика до Вегаса ехать до дома. Это долина, такая безликая долина Иван-Пах. Здесь вот стоят такая скульптура из семи фигур. Называется «Семь волшебных гор». И она называется еще, скажем так, бестолковая в том отношении, что... А мне вам даже и нечего рассказать про это. Почему? Потому что эти скульптуры, вот эти нагромождения из камней, должны были просуществовать всего лишь простоять два года. Но они уже стоят на моей памяти, сколько я их тут вижу, уже лет восемь. Поэтому как бы стоят, привлекают туристов. Они прям вот с трассы едешь, и их видно. А что это за скульптуры? Это ничего, это... Ну, как их сделал художник швейцарский. И он говорит, что это не бессмысленное нагромождение камней, а это скрупулезно сбалансированные камни. И они, видите, вот яркие такие. И тем самым просто привлекают туристов. Смотрите, время пол седьмого утра. А здесь уже народ. Ну, слава богу, здесь вот четыре человека, пять, и всё. А так здесь вот, чтобы поймать, чтобы не было народа вообще, ну, это просто нереально. И всё. Больше я вам про них ничего рассказать не могу. Потому что никакой легенды и ничего, ну, просто не существует. Я иду, прям дрожу. Пустыня ведь, холодно, ужас, прям зуб на зуб не попадает. А днём сейчас будет жара у нас. Вот такие вот камни. Ну, вы представляете, как их тоже надо было вот с одной стороны поднять, чтобы они вот так стояли. Смотрите, они покрашены все в разные цвета. То есть нет похожих этих фигур. Ну, Америка даёт всегда художникам развиваться, показывать свои способности. И вот, видимо, эту красоту, ну, просто не стали яркость это убирать. И всё. Хотя она должна была простоять просто вот два года. Вот так вот. Ура-ура, мы дома. Мы приехали домой. Мне к двум часам на маникюр. Пытались её завести, завести, и не заводится она у меня. А мне надо к двум часам ехать на маникюр. Она у меня не заводится. Но мы когда масло меняли, мне сказали, что мне нужно поменять будет аккумулятор. Ну вот, видимо, время и пришло. И тем более нас ещё не было месяц. Она у меня стояла. На ней же никто не ездил, ничего. И сейчас Виталик мне купит аккумулятор новый. Чтобы я уже могла ездить. Не знаю, или он меня отвезёт на маникюр, или привезёт аккумулятор, и я уже... Вон он приехал. У него красненькая машинка. У меня чёрненькая. Или он привезёт аккумулятор мне, и я уже сама поеду. Посмотрим. Ребят, вот Виталик купил аккумулятор мне. И его цена... Так, он купил в магазине Автозона. И его цена... Так, 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 так. Его цена 263 доллара. У нас стоит аккумулятор. Новенький, чистенький. Девочки, приехала на маникюр. Специально взяла одну палитру, чтобы глаза не разбегались. А то вечно возьмёшь 100 палитр, глаза разбегаются. Смотрите, какие красивые осенние оттенки. Вот я думаю, может быть, либо с белой вишней какой-то сделаю, либо красным. Ну, красным я люблю цвет Мерлин Монро. Это вот этот цвет. Чисто, натурально, просто красный. Сейчас вам покажу. То есть это вот какой-то цвет. Без всяких примесей, блёстков и всего остального. То есть вот если красный, то вот чисто-чисто красный просто. Вот этот, либо вот этот. Вот сейчас подумаю, каким накрасить. Либо накрасу уже каким-то вот что-то из тёмного. Возьму. Может быть, что-то вот. Спелую вишню какую-нибудь такую. Очень люблю вот эти вот оттенки. Люблю вот эти вот оттенки. Но не люблю вот эти оттенки, которые сиренево-фиолетовые. Не знаю, почему никогда в жизни вот эти оттенки не любила. Как-то не люблю. Они мне не идут. А вот эти вот оттенки я тоже очень-очень люблю все. Вот эти вот. Ну, эти рыжие. Это я тоже не люблю. Жёлтые, зелёные. Вот эти рыжие. Я их тоже никогда не крашу. И люблю светлые. Здесь это тоже не моя палитра. Для меня это скучно как-то так. Ну, и не к чему. К чему вот это такое. Ну, это вот если на Хэллоуин только накрасить или Тенсгивинг. А так нет. И как-то вот такие оттенки тоже не люблю. Ну, если только вот серый. И то под большим вопросом. Вот эти вот люблю оттенки. Делаем акриловую пудру. Это цвет 5, да? 5 номер у нас. Укрепление акриловое. Можно вообще, кстати, запилить и оставить такой цвет. Ну, топкат, да? Топкат, да? Топкат покрыть. Тоже красиво смотрится. Но мы решили сделать не Мерлин Мандро красный цвет, а мы решили сделать темный. Ну, что? Сделала я бордовый маникюр. Не стала делать сейчас красный. Сделала бордовенький. О, у меня прям даже под цвет значка кадиллака. Аминь. Ссылка как-бандро,